Приветствую всех поклонников танковых сражений с Fightful Fire. Никогда бы не подумал, что топовой новинкой патча будет ЗРК, но времена меняются и в реалиях текущего обновления это действительно одна из интересных машин. Тор-1М достался Китаю. Подобная схема добавления техники практикуются в игре уже давно. Первым спокойно может появиться экспортная версия, а уже спустя какое-то время у родной страны-изготовителя, или и вовсе будет эксклюзивом. Этим искусственно подогревается интерес к определенной нации, путем ввода эффективной техники. До текущего патча Китай был один из трех стран, у которых не было высокоранговой зенитки. Но было ли это серьезной проблемой? Я считаю, что нет, так как недавно в игру добавили китайские вертолеты, которые справляются с задачами по сбитию авиации куда лучше, чем любая зенитка. Тем более в РБ Китай присоединяется к группе стран, у которых имеются хорошие ЗРК, а в СБ небо закрывали всегда вертолеты Камова и Тунгуски. Но все же было решено добавить ТОР. Машина сразу получила боеваритинг 11.0. Геймплей на данный ЗРК необычен тем, что ракеты изначально вылетают вертикально, и по танкам, к примеру, пострелять в упор не выйдет. Мертвые зоны у нас примерно 1 километр. Можно попробовать сделать пуск с большой дистанции, но обычно нас замечают первыми. Все же большой селуэд выдает ЗРК, а из-за отсутствия какой-либо брони, сложно пережить больше одного попадания. Еще одна причина, по которой отбивается всякое желание пустить ракету по танку, это отсутствие тепловизора. Наша ракета оставляет за собой огромный дымный шлейф, который введен издалека и крой. Это мешает ручному наведению. Увы, но другого вооружения у нас нет. Поэтому максимум, что мы можем сделать вражескому танку, так это подсветить его для союзной команды с помощью функции разведки и попытаться его взорвать с помощью арт-удара. Но обычно наши дуэли заканчиваются на моменте обнаружения. Домовых гранатометов у нас нет, и скрыть такой большой сарай, даже если убрав радар, все равно не получится. Поэтому разберем, на что способен Тор в борьбе с авиацией. Для поражения воздушной цели у нас есть три режима полета ракеты. Первый. Автоматический. Система самостоятельно примет решение, исходя из данных, полученных с РЛС. Второй. Прямолинейный полет до цели. Его необходимо использовать против вертолетов или прямолетящих самолетов. Попреждения вы подбираете самостоятельно. А вот третий режим заставляет ракету лететь на опережение. Тут очень важный момент. Система не идеальна, и не всегда может правильно рассчитать траекторию. Если, к примеру, противник начнет маневр, то есть большой шанс, что ракета пролетит мимо. Еще Тор умеет захватывать сразу две воздушных цели. Вот только на практике мне еще никогда не удавалось бить одновременно два самолета. Обычно первый штурмой, как только вы начинали подсвечивать радаром, сразу же разворачивался в обратную сторону. А второй быстро снижался к земле. Да. И еще один момент. Радар реагирует на сброс диполей, из-за чего ракета может улететь в сторону. Хотя тут можно уже использовать ОЛС режим. Правда, тогда нам придется опять подбирать упражнение вручную. По характеристикам, наша ракета 9М331 уступает некоторым топовым взорам по скорости и маневренности. Однако ее маршевый двигатель работает дольше всех остальных, и она летит примерно на 12 километров. К сожалению, точных данных по дальности в карточке не написано. Пуск ракеты хорошо виден с земли, поэтому прям скрытно запустить ракету не получится. Вся прелесть Тора как раз таки заключается в ее РЛС и в этой уникальной системе расчета траектории. Пока что это единственный СРК, который умеет так делать. Но грамотный штурмовик может без особых проблем уйти от ракеты, поэтому я не могу назвать ее ультимативной. В плане эффективности нас все равно обходит Тунгуска. Во-первых, у нее есть пушки, а значит уже есть чем отбиваться от наземки низколетящей авиации. А во-вторых, ее ракеты банально быстрее и лучше доворачивают до цели. Да, они не такие дальнобойные, но в большинстве случаев их хватает. Проблема только в обнаружении цели. Тор по праву сейчас обладает лучшим радаром, который способен обнаружить цель прямо над собой. В то время как у остальных зениток там находится мертвая зона. Так что как средство уничтожения высотных штурмовиков данная СРК подходит. Но ее нельзя назвать универсальной, как Тунгуск или Адац. Сейчас штурмовик летел из земли, может незаметно до нас долететь и скинуть на нас бомбу. И в упор мы ему ничего не сделаем. В отличие от других ЗРК. Но то, что у Китая появилась своя зенитка, это хорошо. Только мне кажется с ее вводом поторопились. Лучше бы добавили что-то Израилю или Японии. А то на Type 93 просто смешно смотреть. Ведь это единственная их высокоранговая зенитка. Хотя у Японии проблемы не только ЗРК. В заключении могу сказать, что в плане ТТХ Тор не очень-то динамичный. По плохим грунтам или на развороте можно легко потерять всю скорость. Тяжело даются Тору еще подъемы в гору. Выделяется только отличная задняя скорость 65 км в час. Но сходу не постреляешь. В реалистичных боях брать ЗРК в начале боя такая себе идея. Массовые вылеты на К-52 завершились ровно в тот момент, когда им запретили вылетать с аркетами С-13. А остальные вертушки редко кто задействует. Порой мне приходилось ждать полубоя, чтобы кто-то вылетел. А бывало так, что и вовсе никто не появлялся в воздухе. Так что каждый раз я занимался разведкой и кидал арту. Геймплей у ЗРК довольно скучный. С точки зрения истории, ЗРК Тор был создан в начале 80-х. Несмотря на то, что на момент принятия на выражение эта машина считалась одной из самых продвинутых систем ПВО, ее решили модернизировать. В результате чего ЗРК получил второй целевой канал, увеличиваясь поражающую способность боевой части ракет и были доработаны алгоритмы поражения из клетячих целей. Комплекс получил название Тор М1, успешно прошел испытания в 89-м и был принят на выражение в 1991-м. ЗРК также активно поставлялся на экспорт различной страны, а в 2007 году комплекс модернизировали до уровня М2. Вот такая история. Подписываемся на канал, заглядывайте в описание и до новых встреч. Пока-пока.